Виктор Владимирович, вопрос пришел от наших подписчиков. Поясните, пожалуйста, в чем суть жирового гепатоза, что это в принципе такое вообще, и какие там могут быть подводные камни. Вот, назначили кучу диет, ограничений, пребиотиков, пробиотиков, витаминов, и человек уже запутался в этих всех назначениях. Масса ограничений по списку продуктов, которые можно использовать. В общем, не облегчение ситуации, а дополнительный фактор тревожится, не понимать, испытывать ограничения. И самое главное, говорят о том, что все время тянет на сладкое, когда вот начинаешь применять всю эту уйму, которая назначена. Какой здесь правильный может быть подход? Вам, значит, самого сладкого в части вашего вопроса, почему все время тянет на сладкое, ну, это, как говорил классик детективного жанра, это элементарно, Ватсон, по одной простой причине, потому что сладкий вкус, это вкус удовольствия. Сладкий вкус, он ассоциирует с состоянием нашего здоровья. Наше здоровье, это наша полноценность, а наша полноценность, это не ограничение. То есть, уже само желание вкусить что-то сладкое, как раз-таки на психологическом уровне, то, что сейчас очень модно называть, на психосоматическом уровне, кстати, вот является показателем этого состояния. А то, что жировой гепатоз, ну, надо, во-первых, сразу понимать, каким образом поставлен этот диагноз. Если этот диагноз поставлен УЗИ, то для меня, с моим опытом в медицине, я хочу сказать, это масса вопросов УЗИ, исследования вызывают. Почему? Потому что для того, чтобы поставить жировой гепатоз, надо посмотреть все органы брюшной полости, совокупить, в лучшем смысле этого слова, с биохимией крови, посмотреть реактивное состояние, не только крови, но и мочи, и посмотреть поведение кожи. То есть, вот этот весь конгломерат, который указывает на том, что наша печень начинает сдавать, в этом смысле, свои полномочия в части детоксикации. Потому что, с точки зрения морфологии, устройства самой печени, жировой гепатоз, это накопление излишков жира на поверхности самого органа. А почему это происходит? Ну, как говорится, это уже другой вопрос. В этом смысле, конечно, надо понимать о том, что огульное назначение витаминов, провитаминов, пребиотиков, пробиотиков. В этом смысле, если мы не понимаем все, так сказать, системы стяжательства в системе желудочно-кишечного тракта, то, что сейчас, опять же, очень модно и популярно называть дорожной карты пищеварения. Если мы не понимаем дорожную карту пищеварения, если врач не понимает, почему произошло формирование такого состояния, которое вылился в жировой гепатоз, ну, тогда понятно, что пациент такого, пациент с таким диагнозом будет заложником различного количества экспериментальной терапии на себе. А по большому счету, конечно, вот эта вот триада, о которой я сказал, это состояние кожи, это состояние биохимии, это состояние по возможности ультразвукового исследования. Но биохимия очень хорошо показывает нам издержки всех вот этих моментов, связанных с перенагруженной дорожной карты пищеварения. И если мы видим в течение, в течение полугода отрицательную динамику состояния биохимических показателей со стороны печени, то тогда, конечно, мы должны уже говорить о том, что вот это отчасти выдуманное состояние, выдуманное состояние жирового гепатоза, оно грозит чем? Оно грозит изменением самого органа. Почему? Потому что накапливается жир, если он не утилизируется, если он не превращается, мягко говоря, в энергетические вещи. Почему? Потому что на первом этапе у нас накопление жира на печени, это является нашим запасом. Кому-то это будет приятно слушать, неприятно слушать. У верблюдов, у драмадеров, так сказать, есть один горб, два горба, которым они носят запасы жира. Вот он отправился в верблюд, в дальний поход. Ровно так же-то и у человека, так сказать, если у нас нету тенденции плеваться в соседей, так сказать, и вести себя как верблюд. Понимаете? То вот получается такая картина. А жир на первом этапе, он является системой субкомпенсации, он является системой компенсации. И сама природа человеческого пищеварения, она лишний раз говорит о том, что да, у нас наступают периоды, у нас наступают периоды в течение года, когда нам необходимо иметь те или иные запасы. Но если они у нас не реализуются, если они у нас, так сказать, приобретают характер доминирования в нашей системе пищеварения, доминирования наших приучек, доминирования изменений со стороны биохимических показателей крови. Почему? Потому что под это можно, под это вешаются все собаки. Практически под жировой гепатоз вешаются все терапевтические собаки. Обратите внимание, это у нас и коронарокардиосклероз, это у нас церебральный склероз, это тенденция к транзиторным и шимическим и так далее, так далее, так далее. То есть вот терапевтическая помойка. А что в этом плане делать? Что в этом плане делать? Ну, я считаю, что надо, в общем-то, основное, основное правило, на мой взгляд, это соблюдение канонических вещей в системе пищеварения. Это соблюдение цели сообразного питания. Я подчеркиваю, цели сообразного питания в течение дня, уважаемые коллеги, уважаемые дамы и господа, дорогие товарищи. Почему? Потому что если мы разберем наше суточное поведение, то мы прекрасно увидим в нашем суточном поведении два цикла. У нас есть система накопления, извините за ругательное медицинское слово, которое называется ассимиляция. И у нас есть система выделения, которое еще одно ругательное слово, которое называется диссимиляция. Так вот, обратите внимание, у нас система накопления, она у нас проходит в течение светового дня. Есть ли солнышко на улице, нет ли солнышка на небе, светло ли, так сказать, на небе, тепло ли тебе, девица, не тепло ли тебе, красавица, и так далее, и так далее, как в фильме было спрошено. У нас характер поведения печени, так сказать, выработки дневных ферментов, дневных гормонов, как раз-таки связан с тем, как у нас происходит вот это накопление энергии. И если мы не питаемся в течение этого времени, а многим из вас навязывают вот эти вот дистанционное питание, вот эту хрень собачью выдумали, интуитивное питание. Я уже как-то в одном из роликов говорил. Мы так в этом маразме можем вообще дойти, понимаете, до неизвестно чего. Но у нас есть определенные ритмы. Первый ритм, это освобождение толстого кишечника. Второй ритм, это первый прием пищи. Третий ритм, это у нас включение ферментной активности. Четвертый ритм, это у нас дневное, дневная целесообразность пищеварения в виде тонкого кишечника. И дальше у нас идет утилизация всего того, что мы получили в течение святого дня. Потом включается система выведения. А если у нас происходит перемещение всех этих энергий, если человек не спит до двух, до трех часов ночи, а потом ложится спать в 4 часа утра, то, соответственно, если он не просыпается ко времени своего завтрака, у него происходит перемещение, смещение всех этих вещей. А теперь нарисуйте просто картину. Как говорил подполковник Гоцман, масло. Нарисуйте картину. Если в 7 часов необходимо освободить толстый кишечник, если в 8 часов необходимо принять первую порцию еды, если у нас в 10 часов активность поджелудочной железы, если у нас в 14 часов время обеда и так далее, и так далее, а все эти моменты сносятся в вечерние часы, то что у нас получается? Функциональное комканье. Сегодня это пережилось, завтра это пережилось, послезавтра условно это пережилось, а послезавтра это становится образом жизни. И вот этот образ жизни приводит к тому, что у нас селезенка в недоумении смотрит на поджелудочную железу, поджелудочная железа в недоумении смотрит на желчный пузырь, желчный пузырь в недоумении смотрит на печень, так сказать, все, как говорил Лев Николаевич Солстой, все смешалось в доме Аблонске, все, вот смешение жанров получилось. И как результат, мозгу ничего не остается делать, как сказать, шаг! Вот тебе жир, вот тебе печень. Положили жир на печень, а теперь делайте, что хотите. Потому что мне нужны запасы, мозг диктует, мне нужны запасы энергии. Я сам состою на 95% жира, и так сказать, мне наплевать на вас, потому что вы там спите, не спите, гецаете, не гецаете по ночам. Вот и получается депо. А где у нас получается формирование первого депо? Жирового именно печени. Потому что там у нас формируются основные гормоны и ферменты, которые формируют всю периферическую картину устойчивого нашего функционала, адаптации, иммунитета. Системы пищеварения с точки зрения поведения крови. Системы пищеварения с точки зрения проведения нервных сигналов. Системы пищеварения с точки зрения поддержания водно-солевого обмена. Риторический вопрос. Почему одни люди не болеют, так сказать, или очень легко выходят из состояния стресса, постстресса? А другие как вошли, как Ильф и Петров когда-то писали в своих дневниках, в вагон вошел мальчик, путаясь в соплях, и до конечной остановки так в соплях и оставался. Ну вот, вот вам качество иммунитет. Вот вам качество иммунитета. А качество иммунитета, это в первую очередь то, что закладывается с младых ногтей. Вот ответ о том, что такое жировой гепатоз, и что с ним делать. А подскажите нам, пожалуйста, сам по себе диагноз жировой гепатоз страшен, не страшен, потому что некоторые специалисты, люди выходят из кабинетов и говорят, ну там общаются с кем-то. Ну что, да вот диагноз поставили, жировой гепатоз. Ну и что? Да ничего, врач сказал, что это не страшно. Так страшно это или нет? Вам, как сказать, как сейчас принято ответить? По чесноку ответить. А то как же? А то так же, хорошо. По чесноку и по луковке отвечаю вам. Уважаемый коллега профессор Картаренко, Татьяна Админовна. Дело в том, что на первом этапе, на первом этапе формирования жирового гепатоза, как функционального состояния печени, я уже говорил об этом, это некая компенсация. Но если мы начинаем, продолжаем жить с этой компенсацией, это становится нашей доминантной системой. И мозг начинает выключать свои, те представительства, эти полномочия, которые обеспечивают уровень детоксикации. Поэтому обязательно с этими вещами нужно справляться, обязательно от них надо избавляться по одной простой причине. Потому что чем толще слой, я уже буду просто по-простому говорить, как когда-то мой великий дед объяснял своим пациентам, по-буралатски. Если чем толще слой жира на печени, тем клеткам печени тяжелее восстанавливаться. Чем клеткам печени тяжелее восстанавливаться, тем у нас расширяются сроки генетически обусловленных скоростей восстановления гепатоцитов печеночных клеток. Естественно, это чем будет замещаться? Это будет замещаться тем, что начинают развиваться гемангиомы, начинают развиваться кисты. И та часть клеток, которая в буквальном смысле придавлена жиром, они очень быстро выходят из строя своего, морфологического, и превращаются, замещаются соединительные ткани. Начинается формирование фибриновых тканей, фибринового натяжения, которое, кроме соединительной функции своей, ничего другого не делает. Дальше, следующий шаг, это у нас срос печени. Вот, таким образом. Поэтому надо обязательно, обязательно следить за составляющими, я уже говорил об этом. Это поведение кожи, состояние биохимии, и иметь в голове представление о том, что у вас делается внутри. С точки зрения, конечно, вот этой большой, как мы ее с вами называем, золотой подковы пищеварения. Состояние печени, состояние желчного пузыря, у кого он еще остался, состояние селезенки, состояние поджелудочной железы. И тогда нам будет становиться ясна эта картина, куда, в какую сторону мы должны двигаться. Но вся беда, уважаемая коллега Татьяна Владимировна, заключается в том, что вот в этом промежутке, в этом промежутке между печенью и поджелудочной железой, понимаете, просто монстром, просто монстром, вот таким вот, который раздвигает все своими монстральными локтями, становится какой синдром? Метаболический синдром. Метаболический синдром. Когда происходит нарушение обмена веществ, когда у нас система замещения планомерного ферментами, гормонами и так далее, и так далее. Когда у нас нарушаются процессы всасывания со стороны тонкого кишечника, когда у нас нарушается проницаемость слизистая, когда у нас нарушается весь цикл, понимаете, мозг не считывает. Да, он ест, он ест, но пользы для себя он в этом смысле получает мало. Потому что мозг не получает вот того необходимого количества энергии, которое бы поддерживало полноценности на наше существование. Поэтому, конечно, здесь надо очень-очень-очень внимательно к этому относиться. И потом большое значение, конечно, имеет наши возраста. Возраст человека. Возраст человека. Вот как раз-таки тему жирового гипотоза и других нарушений печени в разрезе различных возрастов, различных диагнозов, мы подробнейшим образом рассмотрим на нашем ближайшем вебинаре, на нашем эфире, который пройдет уже сегодня. Обязательно регистрируйтесь на него, чтобы точно попасть в комнату трансляции и иметь возможность задать ваш личный вопрос. Ссылка о регистрации в описании под этим видео. Регистрируйтесь, приходите. Милости просим.